Сучасный молочно-товарный комплекс у акционерным товаристве «Пераможнику» эксплуатацию вели крыху больше, как год тому. Ранее все молоко тут отрымливали на фермах, побудованных еще в советский час. По великим рахунку, працевать на их можно, але не вельми эффективно. Во вселяким выпадку, усе надеи у господарцы теперь связываются с работой нового комплекса. Отриманные прибытки накируют на модернизацию старых ферм и повышение зарплаты работникам. Она зависит от производительности труда. То есть, чем больше получать молока или мяса, тем больше и заработная плата. С учетом наращивания объемов, заработная плата может два раза возрасти. Створение Полеського державного радиоцина экологичного заповедника – мера вымушенная. Жить тут нельга будет еще не одно ста годзе. После того, как люди покинули эту территорию, природа вертается до своего початкового стану. Гэты процесс все неактивно вывучаются наукоуцы. Их доследованиями цекавятся у шмат яких краинах, включающие Японию и Францию. Варты для пераймания и вопыт выкористания драунины, якую можно отрымать у заповеднику. Объяе массовые перепрацовцы размова не идеали, на некоторых участках узровень радиоцинах забрудживания, дозволяя проводить санитарные рубки с выкористанием отрыманной драунины для вытворчасти пиломатериалов. Врешті гэта додатковые сродки и працовные месцы. Если, конечно, деревья брать в чистой относительно зоне, то да. Тут же перед этим деревом мы сделаем полностью пробы, только после того, что мы можем спилять это дерево. А также никто не занимается. Как бы без радиоциальной проверки мы ничего не пиляем. Створение працовных мест в Брагинском районе сегодня серот приоритетных задач. Основный вид вытворчасти сельская господарка, тому и планы, связанные с этим сектором. Разом с тем у райвыканками кажут об желании развивать приватный сектор, от створения агро-садзип до перепрацовчих вытворчастей. А про чатаго у опошний час распаусюджывания отрымали так званные мини-кермаши вакансии. Гэта калі у одним населенным пункте збираются керовники усіх месцовых предприемствов и пропануют вакансии кожному человеку з уликом его жаданья и махчымастям. Мини-ярмарки, где сегодня устраивают, предлагают людям работу, как руководители всех подразделений, как совхоз Камаринский, АО, совхоз Камаринский, так и лесхоз. И все руководители собираются, чтобы трудоустроить то население, которое сегодня не работает на территории Камаринского сельского совета.